С нами Лея, телеканал Баку-ТВ. Здравствуйте, Мария Владимировна, НАТО Смолы, Баку-ТВ, РУ. У нас два вопроса. Первый вопрос по трехстороннему заявлению, точнее о вольном его прочтении армянской стороной. В последнее время официальный Ереван на разных уровнях заявляет о своем нежелании предоставить Азербайджану беспрепятственное сообщение между западными районами нашей страны и Нахчеваном о погранслужбе ФСБ России, контроль над этим маршрутом. Хотелось бы услышать ваш комментарий и небольшой вопрос в опросе. В последнее время на западных площадках премьер-министр Армении Пашинян презентует свой проект «Перекресток мира» в качестве альтернативы вышеуказанному маршруту и получает достаточно обширную поддержку. Вот хотелось бы узнать, как вы считаете, почему вне региональных партнеров Еревана так беспокоит открытие того маршрута, который указан в трехстороннем заявлении в девятом его пункте? Мы знаем, что власти Армении говорили о готовности к открытию региональных коммуникаций на основе принципа суверенитета и юрисдикции в рамках равенства и взаимности. Азербайджан, собственно говоря, и не отказывался от подобного подхода. Данная тематика ранее в деталях обговаривалась в формате трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджан и Армении. К сожалению, сейчас эта работа застопорилась ввиду позиции армянских коллег. Теперь относительно пункта в заявлении, который касается контроля со стороны пограничной службы ФСБ за мигренским маршрутом. Это логично и в плане оптимальной организации движения, и с экономической точки зрения. Российские пограничники и так расположены на юге Синикской области, они защищают границу между Арменией и Ираном. По перекрестку мира не считаем, что это альтернатива мигренскому или иному маршруту. Скорее, это более широкий взгляд на будущее региональных и субрегиональных коммуникаций. На полях 22-й сессии российско-армянской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоялась она 15 декабря 2023 года в Ереване. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Аверчук выразил поддержку проекту и отметил российский вклад в его реализацию. Что касается вне региональных игроков, то их нежелание способствовать разблокированию коммуникации в Нижнем Кавказе объясняется исключительно соображениями политической конъюнктуры. Они не заинтересованы в повышении взаимосвязанности Армении и Азербайджана друг с другом, с соседями. Они стремятся растащить регион на куски себя, презентовать свои интересы, точно не думая об интересах других. Ну и таким образом усугубить противоречия между странами.